Здравствуйте, я Тимур Олевский. В Варшаве собирается собственный Майдан. Палаточный лагерь возле Сейма в столице Польши уже появился. Каждый вечер на улицы городов выходят люди, которые протестуют против судебной реформы, которую за несколько дней приняли в парламенте депутаты правящей консервативной партией Ярослава Качинского «Право и справедливость». Вчера в Варшаве прошел крупный митинг протеста. В нем поучаствовали 10 тысяч человек. Я буду просто стоять. Что я еще могу сделать? У меня нет желания с ними бороться. Не хотим, чтобы у нас отобрали свободу в родной стране, дома. Моя семья и бабушка активно участвовали в солидарности, и они очень хотели, чтобы мое поколение жило в спокойное время. Но, судя по делам этой власти, у нас проблемы. Мы получили диктатуру в Польше одного человека, президента партии большинства, который ничего не решает, а только забывает, что Польша – это правовое государство. Противники реформы утверждают, что партия Качинского собирается подчинить себе судебную систему. Они приняли закон, который меняет порядок формирования Высшего Совета Судей. Большинство будет назначать парламент и министр юстиции, а нынешний состав суда будет распущен. Таким образом, новых судей будет назначать политическая сила Качинского. Они же станут рассматривать потом жалобы и споры во время будущих выборов. Против этого уже выступил Евросоюз. Дошло даже до того, что Еврокомиссия пригрозила Польше введением санкций. А люди пришли со свечами к парламенту. Несколько сотен человек остались там на ночь. Подробнее о правящей партии «Право и справедливость», с которой активно сейчас борется польская оппозиция, в нашей справке. В 2015 году партия Ярослава Качинского «Право и справедливость» выиграла выборы с колоссальным отрывом. Впервые в новейшей истории Польши одна партия получила парламентское большинство и сформировала правительство, не вступая в коалиции. Незадолго до этого президентом Польши стал Анджей Дуда, тоже член «Право и справедливости». Партия пообещала полякам национальные традиционные ценности, а заодно объявила войну европейскому космополитизму. Лицо бездуховного Евросоюза – бывший польский премьер, а ныне – председатель Европейского совета Дональд Туск, по совместительству – личный враг Ярослава Качинского. Именно бывшего премьера, а заодно и всю его партию «Гражданская платформа», Качинский винит в гибели своего брата-близнеца Леха. «Знаю, что вы боитесь правды, но не вытирайте свои предательские морды именем моего брата. Вы – бестии, уничтожили его, вы убили его». Триумфально вернувшись в Сейм, «Право и справедливость» немедленно испортило отношения с Евросоюзом. Сначала ополчившись на независимые СМИ, затем попытавшись провести реформу Конституционного суда, и, наконец, потребовав от Евросовета выбрать на должность президента не Туска, а любого другого поляка. Каждое из этих действий партии Качинского сопровождались протестами поляков. Вот они маршируют в защиту Конституционного суда. А это кадры декабрьских митингов под Сеймом. Оппозиция обвиняла правящую партию в махинациях с бюджетом. Январь прошлого года. Протесты против закона о СМИ, который дал правительству право назначать руководителей общественных телерадиокомпаний. И вот очередная волна протестов. На этот раз оппозиция и митингующие хотят свержения права и справедливости. Среди демонстрантов в основном молодежь. Те, кто не ходил на выборы в 2015 году. Право и справедливость выборы, конечно, выиграла, но при явке около 50%. За партию Качинского проголосовали чуть более 5 миллионов человек. При том, что зарегистрированных избирателей в Польше 30 миллионов. Почему на улицах Варшавы противники Ярослава Качинского не встречают сопротивления сторонников правящей партии закон и справедливость? И что может угрожать обитателям палаточного лагеря у стен Сейма? Я спросил сегодня у журналиста независимой газеты Выборча Ванслова Радзивиновича. Слушайте, я бы хотел сослаться на свой украинский опыт. Знаете, четвёртого года в Киеве казалось, что нет сторонников Кучмы Януковича, хотя они в Украине были тогда. Да. Но извините за слово, но это никакой не расизм. Качество публики. Киевская аранжевая публика. Это были люди очень активные, пассионарные и дальше, и дальше. А когда Янукович начал привозить своих людей из Донбасса... Они стали расходиться. Они стали просто, они ничего не знали, они покупали киевские торты, выпивали и уезжали, знаете. Я думаю, что... Значит, не думаю. Понятно, что есть сторонники тоже и Качинских. Их где-то треть польского общества. Но они пассивные. Они пассивные до какой-то точки кипения. Потому что может быть появится группа очень агрессивная, жестокая. Я имею в виду, например, футбольных фанатов. Которых может поднять Качинский на противостояние демонстрантам. Но это было бы уже, знаете, что-то уже очень плохого. И могло бы кончиться только печально. Я думаю, что... На ваш взгляд, Качинский... Они понимают это, что этого сделать для этих людей, не надо выводить на улицы. Потому что это будет уже кровь. На ваш взгляд, Качинский действительно пытается сломать хребет демократии в Польше, как это пишут его противники или это преувеличение? Ну, слушайте, мой взгляд может быть не в счет, но, знаете, если об этом говорят... Ну, в счет раз вы в эфире у меня. Так, мне лучше сосвоится, это говорят политики, это говорят научные авторитеты, это говорит Евросоюз, это говорит уже Госдепартамент... Им движет... Стоп, я понял. Им движет жажда власти или жажда мести, коротко? Слушайте, Качинский в этом смысле похож на Владимира Ильича. Который, которому тоже двигала жажда мести. И жажда власти. И жажда власти, это так спокойно. Тогда последний вопрос, вот сейчас об этом я хочу вас спросить. Как же так вышло, что граждане Польши на выборах прозевали партию закона «Справедливость», допустили ее до власти и ничего не смогли противопоставить? Не занимались политикой и вот она в дверь постучалась? Так выходит. Слушайте, есть такой принцип. В Польше в выборах не побеждают. В Польше выборы проигрывают. Партия власти предыдущая, Газманская платформа просто прозевала, проиграла. Через 8 лет они растолстели, потеряли ориентиры. И из-за этого проиграли. Они проиграли, потому что их предыдущая власть общество предыдущая власть просто надоела. И из-за этого победа Качинский. Что происходит в Варшаве сегодня вечером? Нам рассказала наша коллега Ксения Марченко, которая также приехала на площадь перед Сеймом. В воскресенье, в первый день протеста в Варшаве, еще не было этого длинного, огромного железного забора. Но во второй день появился он, а еще палатки с другой стороны. Проект обсуждали всю неделю. После начала протеста президент Дуда потребовал внести поправки, изменить проходное количество голосов. Но закон все равно одобрили. За проголосовали 235 депутатов. Протестующие назвали это концом демократии. Дело не только в судебной системе. Это безусловно важно. Но самое главное в том, что правящая партия нарушает правила, конституцию, которую граждане одобрили на референдуме. Реформа, инициированная правящей партией, закон и справедливость предусматривает отставку всех 15 членов Национального судебного совета. Новых теперь будет назначать Сейм. А представители окружных и федеральных судов, лично министр юстиции. Критики называют это нарушением сразу двух статей Конституции. Каденция работы судей прописана в Конституции. Тут обычный закон становится выше Конституции. В результате назначения судей партийцами в этом контексте очень спорно. Верховный суд отвечает за контроль выборов в Польше, которые будут через два года. Аргумент закона и справедливости. Изменения помогут бороться с коррупцией. Официальная причина для реформы на право и справедливость – очищение системы от неквалифицированных судей после смены системы в Польше 1989 года. Санкции в отношении Польши со стороны ЕС на подписанные законы могут быть такие. С одной стороны, это утрата в репутации, а с другой стороны, это финансовые последствия. Новый бюджет будет расписан в 2020 году. Польша может потерять финансирование, и это будет ощутимо. Однако же могут запретить голосовать. Формально мы члены Советы, но без возможности влияния на важные для страны дела. Недовольные реформой под флагами оппозиции вышли на улицы в 33 городах Польши. Они несли свечки к зданиям судов. А на городских площадях требовали от президента наложить вето на скандальный закон. В четверг у президентского дворца в Варшаве собралось почти 50 тысяч протестующих. «Человек, который живет в этом дворце, у меня за спиной, у него есть прекрасный шанс доказать, что он президент всех поляков. Надо сделать всего одну вещь – наложить вето на эти законы. И мы призываем его не мешкать». Сам же президент в это время был на отдыхе в городе Хель на северо-западе Польши. Акция «Три вето» ночью переместилась к Сейму. Демонстранты пытались заблокировать выходы из здания. На то, чтобы подписать закон или наложить на него вето, у Анжио и Дуды есть 21 день. Противники этого закона обещают протестовать. И, кажется, власти это понимают. Поэтому вокруг Сейма усиленная охрана. Специально из Варшавы Ксения Марченко. До настоящего времени. Судебная реформа в Польше угрожает ценностям Евросоюза. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс. В ответ на попытку польского правительства подчинить судебную систему исполнительной власти, Евросоюз может инициировать статью 7 из договора о функционировании Евросоюза. Эта статья позволит лишить Польшу права голоса в Совете министров Евросоюза. Ранее эта мера никогда не использовалась. Тиммерманс уверен, что если он инициирует эту процедуру, то получит поддержку членов Еврокомиссии. По его словам, Польша может быть лишена права голоса, даже несмотря на то, что это может подтолкнуть ее к выходу из Евросоюза. Тиммерманс утверждает, он убежден, что граждане Польши, цитаты, ни при каких условиях не захотят покинуть Евросоюз. В Евросоюзе политику Ярослава Кочинского поддерживает только правый, на грани ультраправого, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В январе этого года он заявил, что не позволит Евросоюзу ввести против Варшавы санкции за попытку проведения консервативных реформ. А в марте президенты Венгрии и Польши Яна Шадер и Анжей Дуда сделали совместное заявление, что видит будущее Евросоюза только как союза национальных государств. Также они разделяют позицию в отношении мигрантов, квоты на прием которых призывают сократить. Я спросил сегодня у журналиста газеты выборча Вацлава Радзивиновича, сколько времени потребуется Варшаве для восстановления репутации в Евросоюзе, если партия «Право и справедливость» проиграет следующие выборы? И союзником Польши является второй такой МВ-террибл Европы Виктор Орбан. Да, он поддерживает Качынского и Качынский может защитывать на него. А что касается изменений в этом политическом внешнем плане, это получается очень так парадоксально, что во время Писа новой власти улучшились отношения только с Белоруссией. Они ищут и находят друга в Александре Лукашенко. Потому что он сосед, потому что он понимает или пытаются построить союз с кем-то, кто хочет разговаривать с ними? Потому что он единомышленник. Он единомышленник? Он сделал у себя то, что наши хотели бы сделать у нас. Тогда хотелось бы спросить, вот когда-нибудь партия Ярослава Качынского, наверное, уйдет с авансцены, станет оппозиционной партией. Как долго будет Польша восстанавливать внешние связи с Украиной, с Россией, я не знаю, с Евросоюзом, с Америкой? Я не думаю, что она эти связи порвет на самом деле. Не, не, не порвет, но тут напряжение какое-то абсолютно. Пытается это делать сейчас власть. Но я сегодня, например, в газете «Коммерсант» прочитал очень умную вещь. Придется, может быть, довольно скоро избирать поляков между Евросоюзом и Качынским. И тогда их выбор будет точно за Евросоюзом. Так, я не допускаю пока сейчас, что Польша действительно порвет свои связи с Евросоюзом. Сквозной темой на польских протестах проходит Россия. Даже лозунги у демонстрантов зачастую на кириллице. А отношение права и справедливости к Кремлю стало своего рода символом протестов. Почему даже самая яркая антироссийская риторика польской партии власти привела к сближению Варшавы и Москвы в глазах протестующих, выяснял Ренат Давлитгильдеев. Вот такой лозунг «Пис» – право и справедливость и основной матерный глагол русского языка в руках протестующих поляков и на лацканах их пиджаков. Это внезапная кириллица на плакате и на значках суть отношений Польши и России сегодня и того, как они, эти отношения, выглядят в глазах вышедших на улицу людей. Пис равно Россия, а матерный русский – это указ на кураторов нынешних польских властей в Кремле. Мол, смотрите, мы вас разоблачили. Сама по себе эта мысль сперва кажется странной. Казалось бы, нет ничего, что являлось бы для польского руководства большим раздражителем, чем Москва. Партия «Право и справедливость» пришла к власти на фоне жесточайшей антироссийской риторики теории антипольского заговора в Кремле, закончившегося катастрофой под Смоленском. А 96 жертв той трагедии, особенно президент Лех Качинский – новые святые мученики польского государства образца 2017 года. Коллаборанты, предатели, смута – все это слова, с которыми «Право и справедливость» возвращалась к власти. Но нет никого более близкого друг к другу, чем заклятые враги. Это министр обороны Польши Антоний Мацеревич, один из лидеров «Право и справедливости», ее наиболее одиозный представитель. Он – ярый сторонник теории, что в катастрофе польского президентского самолета виновата, конечно, Россия. В начале июля Мацеревича в Польше обвинили в работе на Кремль. Томаш Пионток, журналист, связанный с польским авторитетным изданием газеты «Выборча», в своей книге «Мацеревич и его секреты» рассказывает о связях министра обороны Польши с Владимиром Путиным и главным разведывательным управлением Генштаба Минобороны России. В этом расследовании автор рисует сложную схему вот этой связи, в которой задействованы и ближайший соратник Мацеревича, замминистра обороны Польши, Барташ Ковнацкий, бывавший в Крыму, на Донбассе, работавший наблюдателем на президентских выборах в России в 2012 году, который выиграл Владимир Путин. Есть в этой схеме и, например, влиятельный российский бизнесмен и бандит Семен Могилевич, куратор вот этой связи польской правой верхушки с российской элитой. По мнению американской журналистки и политического аналитика Энн Эпплбаум, она же жена Радослава Сикорского, в недавнем прошлом министра обороны и иностранных дел Польши, Антоний Мацеревич вполне мог стать объектом спецоперации российских спецслужб и хорошей инвестиции для Кремля. Лучшее объяснение. Российские спецслужбы идентифицировали Мацеревича как националиста-конспиролога, способного скомпрометировать Польшу, и оказали ему помощь. В качестве министра обороны он ослабил военных, увольняя квалифицированных генералов, создавая силы территориальной обороны, которые могут быть лояльны его партии, но не стране. Второй вариант прочтения лозунга «пис» и матерный глагол – это то, что Ярослав Кочинский строит в Польше копию России. Владимир Путин и Кочинский как никто похожи. Они говорят на одном политическом языке – языке консерватизма, традиционных ценностей, замкнутости на себе и своей национальной уникальности. Эти плакаты – своего рода насмешка вышедших на улицы поляков над своей же властью. Вы так много говорите нам о России, причем с каждым днем все жестче и жестче, но сами ведете Польшу ровно туда же. Сегодня, кстати, на демонстрантах появились и новые значки. Вот такие – «пис» – «ПНХ», уже по образу лозунгов Майдана. Впрочем, направление мысли в сторону Москвы – все то же.